Позвольте мне минут на 40 сделать доклад. А что это вы вдруг стали себя ограничивать? Раньше мы просили пару часов, не меньше. Я согласен. Жаль, что мы раз в четверть века обращаемся к основному закону страны. С большим опозданием. Возьмите декабрь 93-го и февраль 2020-го. 26 лет! Это что мы, в дурмане в каком-то жили? Каждые 3-4 года надо совершенствовать. Я не говорю менять, рвать, но добавлять что-то. Ведь меняется время, новые понятия появляются, новые какие-то профессии и все остальное. Мы внесли 13 поправок. Обещают две принять, куда частично включены и наши требования. Это увеличение роли Совета Безопасности и контроль над ЦБ. Но мы говорим, ЦБ подчинить Госдуме. А они говорят, просто усилим контроль. И мы предлагаем сделать еще должность вице-президента. Потому что мало президента, он все время занят, по всей стране ездит. Давайте часть функции отдадим вице-президенту. Но главных две. То, что никто не хочет заметить и не касается их. Это демократия. Надо исключить на все времена доминирование одной партии. Не важно, как называется, кто возглавляет. Но ни одна партия не должна доминировать. Как и, смотрите, когда мы сокращаем функции президента. Мы же их забираем частично и отдаем в парламент. Почему не можем так же сделать с партиями? У нас была позиция внести в конституцию. Ни одна партия по итогам выборов в парламент не может иметь более 40% мандатов. Все. И реально мировая практика об этом и говорит. 20-25 до 30. Иначе всегда будет доминировать. Пусть она самая хорошая. Пусть ее возглавляет самый идеальный человек. Но это торможение. Все ждут, когда она скажет. А кому раздать другие голоса? Да не получится ни одна партия, даже 40. Это я понимаю. Механизм какой распределитель? Перераспределяется между другими партиями, которые вошли в парламент. Вот у вас 40%, а 60 еще 3 партии по 20%. А почему тогда так? Ведь исходя из вашей лойки, можно наоборот распространить через всех. И тогда ряд партий, которые бы не проходили в парламент, тогда в парламент пройдут. Да, пусть пройдут еще какие-то партии. Но только внести поправку. Если не ЛДПР. То есть если ЛДПР набирает больше 40%, то все оставит ЛДПР. За ночь. Это одна страна. И это не шутка. Мы единственная в мире страна, где уже 103 года доминирует одна партия. Повторяю, большевики это, меньшевики не играют роли. Но это тормозит, понимаете. При ней появляется Хрущев. При такой партии съемь кукурузу. При такой партии что-то у нас с Афганистаном не то получается. Один из всех решает, одна партия и все. Второй момент. Устройство страны. Опять мы единственная в мире страна, где принцип национального территориального деления. Все народы перечислены в Конституции. 30 республик, автономных округов, областей. Кроме русских вообще ничего нет. Нет такого народа. Только русский язык. Я вас уверяю. Если к власти проберутся те, кто сегодня шумят не так, как нам надо. Они русский язык заменят. Российский будет язык. Вот язык межнационального общения. На каком хотите, на каком и общаетесь. Поэтому надо в преамбуле записать. Там, где у нас написано «мы», многонациональный народ. Написать «мы, русский и все другие народы». Просто перечислять же нельзя. Леонид Рудович, а вы относитесь ко всем другим народам? Мы как будем определять, русский или не русский? Да сам человек определит. Я не говорю, мы же из паспорта убрали графу. Все сами решают. Но это уважение. А если, какое же это уважение? Это во многом неуважение. К чему неуважение? Ну смотрите, завтра у вас начнется гражданская война. И что? Но когда чеченцы скажут «а мы что, теперь и другие народы?» Татары скажут «а мы что, и другие народы?» Народы Дагестана скажут. Поэтому выделяю... У них в конституциях местных уже записано, что они татарский народ, чеченский народ, карикоми, карелы, ханты, манши, якуты. Это уже записано. А вот Шойгу он кто? А Сергей Кожугет Шойгу он кто? Я однажды упомянул его национальность, он обиделся. Даже упомянул. Тогда у нас в парламенте лет 15 назад что-то обсуждали. Я говорю, вот это Един Россия, у вас ставка на бурятов да на тувинцев. Бурят была Александра Буратаева, диктором всероссийского. А у нас ставка на русских. Какой у нас спор был по национальным вопросам? Так обиделся. И правильно сделал. Вот например, про товарища Афонина, про товарища Афонина я не знаю. А мы четверо с вами точно с инородцами напрямую. Да ради бога, я вам говорю еще раз. Так мы русские, не русские, куда деваться? Я вам говорю еще раз. Давайте в Германии уберем понятие немец, во Франции француз, в Японии японец, в Китае Китай. Что будет с этими государствами? Ничего не будет. Да? Ничего не будет? А что же они сохраняют? Потому что в Германии понятие немец уже давно не имеет ничего общего с национальностью. Так и мы не будем говорить... Во Франции понятие француз не имеет ничего общего с национальностью. Сборные Франции по футболу, на них посмотришь и подумаешь, как же французы с 1912 года-то изменили. И поэтому никто не голосует. То есть все, в общем, другие. И поэтому размывается. И поэтому коррупция везде в спорте. Не надо вот так, понимаете? Нет, просто это очень сложная тема. Мы сейчас их начнем, а потом потеряем. Не очень сложная. Башкирию, Татарстан. Ничего не потеряйте. Не надо. У нас, если бы вот наоборот мы потеряли. Нет. Мы бы наоборот... Зафиксировать величие и православия, и русского языка, и русской культуры, и русской истории. На мой взгляд, необходимо. Но когда мы начинаем играть в термины нации, национальности, народность, надо сначала определить, что мы имеем в виду. Если как Сталин, который говорил, что я русский, грузинской национальности. Это один момент. А когда измерение черепов, и кто более матери истории дорог, вот здесь другой момент. Так вот я третью поправку основополагающую. Мы вводим 40%, чтобы не доминировало. Мы убираем национально-территориальное отделение. Я вам говорю, если не хотите... Сразу гражданская война. Нет. Момент. Ничего не будет. Вот она началась тогда, когда ввели национальные регионы. Когда большевики пообещали всем, так сказать, самоопределение. И появились республики. Ведь когда появилась первая украинская рада, украинская народная республика в составе России. Я понял, Владимир Владимирович. Это было. Ну просто, чтобы все страны тоже могли успеть. Очень важная тема. Когда большевики стали обещать всем. Согласен. Национальности. Все рухнуло именно тогда. Да, вот мы приходим к чеченцам и говорим, вы живете на этой земле столько лет, сколько вообще известно существование чеченского народа. Теперь у вас не Чечня, а регион номер 92. Ну условно. Но это вы так делаете. Нет, это не это. Я же об этом не сказал. Ну а мы им что скажем? Я объясню, что скажем. Что мы им скажем? Мы им скажем, что пусть каждый сам определяет свою национальность, культуру, школы, театра. Но административное отделение в стране будет. Вот они, как они административно будут? Они какой будут? Куда они войдут? Грозенская область. А. Или, подальше, сразу другой вопрос. А Дагестан как у нас фигурирует? По-русски, горский край, все горцы, аварцы, даргинцы, таты, лакцы, их там 30 народов живут в Дагестане. Чего они не требуют 30 республик, 30 автономных регионов? По разнообразительным причинам. По-русски, горский край. А если назовем Кавказский край, у нас же есть Приморский край, Краснодарский край. И Татарский край. И Ставропольский край. Не Татарский, а Казанский. Не Башкирский, а Уфимский. Не Удмуртский, а Ижевский. Можете вы понять? Чего во всем мире так не сделано? Объясню. 3000 языков и народов во всем мире. А государств только 200. Говорят, согласен. А что вы тогда так делаете? Не, объясню, согласен. Мы уже 100 граммов справились. Давайте берем, как во всем мире. Давайте. Как во всем мире. Зарегистрируем гомосексуальные браки. Ну, как во всем мире же хотим. Разрешим усыновление детей гомосексуальным парам. Ну, как во всем мире, чтобы было. Но если вы хотите все, как во всем мире, давайте все делать, как во всем мире. Я, мы в Конституции, статья 24, почему я призывал голосовать за неё. Впервые мы и во всём мире сказали, запрещается сбор информации о личной жизни граждан. Вы что вмешиваетесь в личную жизнь граждан? Я не вмешиваюсь. Кто вам даёт право вмешиваться? То есть вы... Какая вам разница, кто, с кем, где, как живёт? Мне вообще никакой. Кто вам сказал? А если тётя с племянницей в одном доме оказались? Нет, в одном доме. Она не замужняя, племянница не замужняя, а они семья, они родственники. Не полная семья, а мать с двумя детьми. А что вы устанавливаете, кто там должен быть? Обязательно мужчина и женщина. А там, может быть, пять девушек будет. То есть вы за гомосексуальные браки? Нет, нет, я это не сказал. Что ж такое? Я это не сказал. Раз, раз, хоп, и отошёл. Я вам сказал, что слово... И ушёл. Понять, даже президент сказал, а что будем делать с семьями, где нету? А я же слово «брак». Слово «брак». Союз между кем и кем. А зачем вы брак ставите в Конституцию вообще? А как вы думаете? Зачем? Ну, а вы как считаете? Это между мужчиной и женщиной. Вы считаете это лично? Это слово «брак» по-русски имеет второе значение. Вам не нравится. Плохое дело. У нас, к сожалению, единственный язык в мире, где брачные отношения, под словом «брак» и «брак деталей». Вот мы, к сожалению, к этому пришли. Врачующиеся, поцелути друг друга. Поэтому называйте «семья». Семья. Семья более широкое понятие, чем «брак». Делайте ещё уже. И будете ещё 200 лет шлифовать статьи, а браки распадаются. Понятно. А дети – сироты. А народ уезжает из страны. А то ли дело, когда гомосексуальные браки. Почему люди уезжают? А почему приезжают? Кто приезжает? В Россию? Кто? Ну, пожалуйста, я вам скажу. Мы по уровню миграции к приезду в Россию входим в тройку главных стран, которые принимают людей. Да. Как принимают? Даём гражданство? Нет. Это уже вопрос к вам. Дворники. Это вопрос к вам, Государственной Думы. А потом разборки. Не только. Разборки на дорогах. Во-первых, поменяйте законы, чтобы люди были. Не дают менять доминирующую партию. Кто меня? Кто не даёт менять? Да, партия, которая доминирует. Сейчас у них спросим тоже. Да, спросите. Алексей Газарьевич, давайте. Здесь прозвучало, что мы вот занялись так активно совершенствием Конституции. Вам разрешили это сделать? Вы бы ничем бы не занялись. Сидели бы, как мыши, и помалкивали бы ещё 25 лет. В этом наша беда. В этом порог. Вы разрешили? Всё, все начали. Вот это давайте это. Второй вопрос. Конституция основной закон. Вы чего его перегружаете? Кто с кем спит? Какая пенсия? В каком возрасте? Это не предмет регулирования Конституции. Я заслуженный юрист, вы кино и снимайте кино. И остальные тут товарищи все. Своим делом занимайтесь. Тут все заслуженные. Это только определённые основные позиции. Как дом. Фундамент, стены. А вы говорите, где будет канализация, где будет унитаз? Слушайте, это... Ну это тоже важно. Это уже обустройство. Это не касается дома, так сказать. Поэтому. Главное, о чём нужно было дискутировать, вы не стали. А вы почему не начали? Я с этого начал. Они закончили. Мы поддержали. Я сказал, пока будет доминировать одна партия, мы никуда не двинемся. Я сказал, 40% не больше. Я сказал, уберём деление по национальному признаку. Причисляйте все народы. Но государственное устройство только территориальное. Вот это вы не хотите понимать. И будем стоять на месте. Сейчас на 25 лет опять замолчат. И в 40-м году опять какой-то царь скажет. Может, теперь ещё пару параграфов добавить или убрать с Конституции. В этом наша мелочность, слабость, малодушие. Когда вы слушаете таких, как я, тогда будет порядок. Не могу признать.